В Харциске продолжается выплата социальных пособий за апрель. По данным пенсионного фонда, всего по Большому Харциску насчитывается 25 тысяч пенсионеров. Больше трети из них на сегодняшний день уже получили свои деньги. На традиционной пресс-конференции глава администрации города Василий Ткачук сообщил, что отделение банка планирует работать и в праздничные дни. Работа ведется сейчас непрерывно и в выходные дни в том числе. Сегодня был у меня разговор с директором нашего Харциского отделения Центрального республиканского банка. Они в выходной берут себе только первое число. Большая вероятность, что 2-3 они будут работать. По информации, поступившей из Харциского горгаза, все льготы, которые предоставлялись населению на оплату бытового газа, с конца марта отменены. Глава городадминистрации полагает, что в этой проблеме еще предстоит разобраться. Это было распоряжение ООО «Донецкоблгаз». Насколько оно легитимное и не противоречит указу главы государства, на то мы отправили запрос в Министерство жилищно-коммунального хозяйства. У нас по линии правительства не было никаких распоряжений об отмене льготы на природный газ. Мы получим разъяснение и обязательно людям доведем. Как известно, в конце марта сотрудниками Министерства госбезопасности ДНР был задержан временный управляющий центральным харцисским рынком Николай Трубаров. Василий Ткачук отметил, что в настоящий момент Николай Трубаров находится на свободе и в ближайшее время приступит к исполнению своих обязанностей. В воскресенье из-под административного ареста освобожден временный управляющий харцисским рынком Трубаров Николай Данилович. Все обвинения, которые ему предъявляли, сняты. На обследовании вчера-сегодня он в больнице был. Я думаю, что завтра он приступит к своим обязанностям. С наступлением тепла город стал активно прихорашиваться. Свою лепту в процесс превращения харциска в населенный пункт образцовой чистоты и порядка внесли и работники городской администрации. В минувший уикенд они совместно с коммунальным предприятием «Стимул» попытались навести блеск на путепровод и прилегающую к нему территорию.